Здравствуйте, уважаемые зрители, а также, как вас там, неуважаемые херти... хейтеры. Меня зовут детектив Моррис, и сегодня мы будем расследовать 96-килограммового эктоморфа. Дэвид Лейт, человек, который стал нереально популярным на платформе YouTube за счет своего нереально эстетичного тела, а также нереально высоких показателей в силовухе. Надо заметить, что это все было в 17 лет. Дэвид Лейт изначально был просто дрыщом, которых свет не видывал просто. У него рука была, как у меня вот тут рука. Он, естественно, абсолютно точно эктоморф. У него длинная шея, длинные конечности, плохо набиралась масса. Он был абсолютно дистрофичным, и тут просто ни к чему не придраться. В 17 лет у Дэвида были такие показатели в силовухе, как 180-килограмм присед. 180-килограмм присед в 17 лет. Эктоморф. Эктоморф, ребята, эктоморф. 140-килограммов жим. 140-килограмм для эктоморфа в 17 лет. 247 килограммов становая тяга. 247. Если вы тренируетесь натурально, и у вас такие показатели, обязательно дайте мне знать. Фух, что-то жарко стало. Чтобы вы понимали, у меня есть много друзей, которые одарены хорошей генетикой. Они мезоморфы, чистые. У них офигенный верх, у них грудь огромная, плечи большие, сами по себе генетически. Но они не колятся. И у них жим где-то 120-130 килограммов при весе 85 килограмм примерно. Блин, фон портит. Че это такое? Че это оно тут? Кстати, все эти силовые показатели вы можете увидеть у Дэвида на канале. У него ничего не скрывается. Он показывает все свои показатели, которые он достигает постоянно. Дэвид рос, и ему стало уже 19, либо 20 лет уже сегодня. И сейчас у Дэвида уже 200 килограмм присед. 305 килограммов становая тяга. 305 килограмм. Я где-то 120-130 на раз делаю, а он 305. Блин, я трен потом. И 170 килограммов жим. 170. Для эктоморфа, натурала, не в жизни. Если вы не знали, то Дэвид Лейт кушает примерно от 4 тысяч до 5 тысяч калорий каждый день. Вы представляете, какие это объемы просто еды нужно съедать каждый день? Это просто нереально. Дэвид Лейт выглядит отлично. То есть у него нет ни жира, у него абсолютная сухость. Я не знаю, мне кажется, даже я бы заплывал с жиром, если бы я ел по 5000 калорий. Правда, я всунуть в себя столько не могу калорий. Я ем максимум 3500 в день. Ладно, ладно, к этому придираться не будем. Возможно, он эктоморф и занимается он 6 раз в неделю, и у него все сгорает. Ладно, тут претензий нет. Эктоморфам очень сложно набрать мышечную массу и жировую массу, но Дэвид Лейт весит 96 килограммов. Это как шреддер, ё-моё, 96 килограмм для эктоморфа. Но эктоморфы обычно чем славятся? То, что у них недобор мышечной массы, либо вообще веса. Потому что, допустим, у меня 180 сантиметров рост и 70 килограммов, ну, вес обычный, да, общий. Дэвид Лейт весит 96 килограммов, и как бы ему нормально. Причем это мышечная масса. У него чистая сухая мышечная масса, практически нет жира. Как вы знаете, в Америке атлеты, они просто вынуждены скрывать, что они химики. Потому что в Америке такой закон, что стероиды просто вообще наглухо везде отрезаны, их принимать нельзя. Короче, не легализованы. Но их все равно все принимают и вынуждены скрывать, что они химики. И говорят всем, что они натуралы, чтобы к ним не придрались и огромный штраф не дали. А то ведь еще и посадить могут. К чему бы я больше всего придрался, это к тому, что у Дэвида Лейда огромные плечи. Это просто первый признак того, что ты химозный, если у тебя огромные шарообразные мышцы. А самое важное, плечи. Потому что плечи генетически большие даются очень редко. То есть обычно плечи, они небольшие, они не секутся сильно, они нездоровые, неналитые такие. У Дэвида вы сами можете видеть огромные, огромные плечи. Да, возможно, конечно, генетически у него такие плечи большие. Но до таких размеров, как сейчас, шарообразные огромные плечи, ты их не раскачаешь. Даже если у тебя генетика просто вышка. Чтобы вы знали, как бы если вы на химию сядете, да, то у вас генетика тоже должна быть хорошая, чтобы у вас была хорошая форма. Потому что многие люди садятся на химию, но у них формы никакой. Они просто заплывают жиром, либо неправильно качаются, и у них не пойми, что вообще с формой становится. А если вы хотите идеальную форму, подсев на химию, то у вас должна также быть хорошая генетика. Чтобы вы понимали, мы сейчас не хоритикуем Дэвида Лейда, потому что я ко всем отношусь нейтрально, и к химикам, и натуралам. Но мы должны, естественно, разобрать, потому что многие люди входят в заблуждение. И мы не осуждаем Дэвида Лейда за то, что он говорит, что он натурал. Точнее, он не говорит, он увиливает просто. И не говорит, что он химик, и не говорит, что он натурал. Это правильная оппозиция. Но они не могут говорить, что они химики, именно потому что у них такой закон. Естественно, как всегда, в итоге вердикт химик. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, кого хотите разоблачить в следующем. Пока!